Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, что несколько месяцев назад у нас с парнем произошло недопонимание и спустя некоторое время появилась неопределенность. Он сказал, что сам не понимает, что с ним происходит, не понимает, как у нас с ним отношения, что будем общаться, но бросать меня не хочет. Я говорил ему, что чувствую, пыталась поговорить, но он говорил, что все хорошо, я слишком переживаю, никуда не ушел и не бросал меня. Спустя месяца я спросил его прямо, кто я для него, подруга или девушка. Он сказал, что сам не понимает, что происходит, но я для него не подруга, а такая же, как и раньше. И стал вспоминать нашу первую встречу. Сейчас мы также продолжаем общаться и созваниваться, но стали редко видеться. Хотелось бы разрешить эту ситуацию. Действительно, от вашего текста очень сильно веет неопределенностью, неуверенностью в себе, страхом, аноним. И мне кажется, что это проблема не молодого человека, это проблема не отсутствия, взаимопонимания или недопонимания, а это проблема именно ваша. Это проблема того, что вы боитесь, что вас сбросит, это проблема того, что вы глобально в себе не уверены, это проблема того, что вы не чувствуете себя ценой. И мне кажется, что это проблема того, что вы не выражаете то, что с вами происходит молодому человеку в полной мере. Ага. В чем здесь, как мне кажется, основная суть? Основная суть, мне кажется, здесь заключается в том, что вы сами не знаете, кто вы для молодого человека своего. Мне кажется, что вы сами сомневаетесь, сомневаетесь в себе, сомневаетесь в том, какая вы. И мне кажется, что если называть что-то проблемой, то, наверное, только это. То есть то, что вы боитесь, что вас сбросит. Ну вот смотрите, вы говорите, что вы переживаете. Давайте попробуем немножечко выделить. Давайте попробуем немножечко выявить. А из-за чего вы конкретно переживаете? Ну вот конкретно вы из-за чего переживаете? Что вызывает у вас ощущение переживания? Вы боитесь, что молодой человек вас бросит? Или вы боитесь, может быть, чего-то еще? То есть вот на это хотелось бы обратить ваше самое пристальное внимание. В первую очередь. Мне кажется, что если вы для себя вот это определите, что именно вызывает у вас переживание, то вам будет гораздо проще в дальнейшем выстраивать свою модель поведения. Как мне, по крайней мере, кажется. Поэтому я бы здесь начал именно с этого аспекта в первую очередь. Дальше уже можно говорить о том, какого рода недопонимание у вас, молодым человек, возникло, что это недопонимание из себя представляет. Да? Ну то есть вот. Что оно такое? Это недопонимание. Между вами и вашим молодым человеком. что вы... что вы... с чем вы... с чем вы... столкнулись... с таким, что это самое... недопонимание... вызвало. вот. И, собственно говоря, с этим нужно, на мой взгляд, определиться. на мой взгляд, это нужно поисследовать и разобрать. Потому что вряд ли само по себе оно способно ну, разрешиться и так скажем, уйти. это... молодого человека, очевидно, задело... ну... что-то. его что-то задело. и... он теперь так ре... реагирует. реагирует достаточно, ну, негативно, скажем так. вот. И, соответственно, вы... если мы говорим про неопределенность, то неопределенность, она создается не только им. неопределенность создается вообще-то еще и вами. То есть это и вы тоже в какой-то степени создаёте неопределенность. Может быть даже вот своей неопределенностью. Своей неуверенностью в себя. Отсутствием у вас какой-то чёткости, чёткости позиции. Вот. И, соответственно, вам вместо того, чтобы пытаться, как вот вы говорите, ситуацию разрешить, имело бы смысл определиться с... определиться с... 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 с собой в первую очередь. А я-то вообще сама чего хочу? Я-то вообще к молодому человеку своему как отношусь? я его как вижу? Вот. Как я его воспринимаю? Вот это то, на что вам имеет смысл обратить самое пристальное внимание. и уже дальше можно на мой взгляд было бы о чем-то говорить. Уже дальше можно было бы ну вот в какую-то сторону вас, в принципе, направлять. вот сейчас ну это вот выглядит так, что вы хотите, чтобы ситуация просто разрешилась как бы и все. У нее есть закономерность у этой ситуации. И если вот так вышло, что такая ситуация возникла, то она возникла скорее всего не просто так. Вот. Потому что ну конфликты у людей случаются это в принципе нормально, что конфликты происходят. Вопрос в том, как люди реагируют на конфликт. Если после конфликта с вами молодой человек вот меняет свое поведение, значит конфликт оказался для него слишком серьезным. И на мой взгляд очень важно, чтобы вы определили свое отношение к этому конфликту в целом. Вот. А у вас этого на мой взгляд нет. нет. То есть вы сами не очень определились со своей позицией конфликта. И хотите, чтобы вероятно молодой человек определился. Вот. За вас это сделать он не может в принципе. да и не должен, как я думаю. Но мне кажется, что это ваша ответственность и ваша задача. Вот. Поэтому это в первую очередь вопрос вашей тревожности и страх быть брошен. Вот. Это решается путем работы с самооценкой, путем работы со страхом. Вот. Это все в общем довольно неплохо корректироваться. Вот. Конечно если только вы это хотите. Вот. Потому что если вы хотите просто это как-то сделать, чтобы ситуация разрешилась, да, особо своих проблем не касаться, вот, то на мой взгляд ничего не получится. Ну, в этом смысле. это Потому что даже если все вернется на круги своя, то молодой человек вполне может в общем-то эту ситуацию повторить. Еще раз. Вот. на данный момент очень похоже на то, что вас пытаются просто к себе привязать, к сожалению. Вот. Мне не очень приятно это говорить, но на данный момент вот с силой того, что вы чувствуете себя не очень уверенно, да, а вас пытаются просто к себе привязаться. Вот. вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.